Сегодня хотел бы рассказать про проект Наташа, что это такое, откуда взялся, зачем нужен. Я в рамках своей лаборатории занимаюсь анализом данных, оказываю услуги разным российским компаниям. И вот года два-три назад стали приходить задачи, связанные с обработкой естественного языка. Буквально пару примеров. Вот очень коротко. Например, есть текст решения арбитражного суда, и нужно понять, кто с кем судился, название организации. Акционерное общество Кубаниэнерго, город Майкоп. Сколько денег требовали, кто был судья, имя, ссылки на нормативные акты, там нужно для классификации. Сколько в итоге судья присудил. Ну, наверное, называется задача семантического парсинга, да? И вот было это года три назад, и тогда диплёрнинг еще не так был распространен в НЛП, особенно для русского языка. И, например, проект Дипаллов там появится только через полтора года. И самым подходящим на тот момент инструментом выглядел индексовый томитопарсер. Тут даже прям так и написано, что типа для извлечения структурированных данных из текста на естественном языке. И я честно сделал две попытки использовать томитопарсер, но как-то ничего не вышло. Я предполагаю, что для внутренних пользователей индексоидов там, может быть, есть какие-то дополнительные ресурсы, можно подойти к человеку, который знает, если не получается. Но вот для внешнего пользователя это все недоступно. Есть только скудная документация, сложный интерфейс такой немножко архаичный, и там сто тысяч строк кода на C++. В общем, пришлось от томитопарсера отказаться. Ну, кстати, забегая вперед, нужно сказать, что, наверное, это было правильное решение, потому что, во-первых, мы видим, что ссылку даже на бинарники сейчас с сайта томитопарсера убрали. Непонятно, как его скачать. Видимо, предполагается, что пользователи будут собирать из исходников. Ну и вообще, на практике я вижу, что люди скорее сейчас пользуются яргепарсером. Но вот три года назад что делать? Если не томитопарсер, то что? Неужели что-то реализовывать самостоятельно очень бы не хотелось? Потому что томитопарсер вообще сложная программа, там просто алгоритм сложный. Вот я читал статью этого японца Масару Томита научную, и, честно говоря, не очень осилил. И плюс там все вот эти детали реализации, десятки предикатов, согласования. В общем, очень бы не хотелось самостоятельно что-то такое реализовывать. И хорошо, что примерно в то же время Дима Веселов для своего проекта Бюрократик Лабс выложил в открытый доступ две библиотеки. Яргий аналог Томита Парсера и набор готовых грамматик для Яргий Парсера, библиотеку Наташа. Кстати, вот оттуда и название проекта. Грамматики тогда выглядели иначе. Если кому-то, кстати, сейчас сложно пользоваться Яргий Парсером, разрабатывать правила, то посмотрите, что было раньше. Но основная проблема там была в том, что в основе Ярги лежал алгоритм Shift-Reduce Парсера. Он не перебирает все варианты разбора, и поэтому не очень подходит для работы с естественным языком. Поэтому первым делом мы поменяли его на алгоритм Early Парсера. Это аналог Томита Парсера, только там асимптотика похуже, помедленнее работает, но зато он проще, его можно понять, проще понять, проще реализовать. Ну и вообще со временем, в принципе, все переписали, перенесли все это в GitHub. И от первой версии Ярги ничего и не осталось. Ну вот получилось, прям надо сказать, хорошо. Я знаю, вот это только из того, что я знаю, несколько крупных проектов, где Ярги используются, там тысячи правил, сложная логика поверх, и решают задачи бизнеса, и, в общем-то, все довольны. Из недостатков, что, ну, производительность, низкая производительность. Ну, кстати, Томита Парсер тоже не очень быстрый. Просто сам по себе вот алгоритм применения грамматик, он сложный, асимптотика сложная. И, ну, тут выручает интерпретатор PyPy. JIT-компиляция как-то здесь особенно хорошо заходит на таком типе задачи, и случается ускорение там в пять раз. Ну, и еще проблема с потреблением оперативной памяти. Я говорил, что Ярги перебирает все варианты разбора, и случается, что их очень много, такой комбинаторный взрыв происходит, и оперативной памяти не хватает. Но есть трюки, как с этим бороться. Кстати, по Ярги Парсеру сейчас такая обширная документация, и вот в разделе Cookbook есть прям готовые рецепты, как бороться с неконтролируемым потреблением памяти. Но это все технические ограничения. А есть еще концептуальное. То, что вот просто не все, не всю информацию можно и слечь с помощью правил. Тут вернемся к примеру с арбитражными делами. Вот название организаций. Конкретно в этом примере их пять. Открытое акционерное общество Кубани-Нерго, администрация муниципального образования город Майкоп, комитет по образованию и имущества муниципального образования город Майкоп, комитет Республики Адыгея. Короче, очень много вариантов написания организации, и все их учесть с помощью правил не представляется возможным. Задача эта известная, называется NER. По ней проходят соревнования уже лет 20. Хорошая бейзлайн CRF-теггер. На практике есть отличная библиотека patent CRF-suit. Простой интерфейс, компактные модели, быстрый инференс на процессоре. Вот на той же задаче извлечения названий из текста решения суда, а качество там 85-90%. Да, есть более современные решения, которые дают плюс несколько процентных пунктов качества, но они гораздо сложнее. Все эти чарс-CNN, били стемы, это медленно работает на процессоре, нужно поддерживать. В общем, особого смысла я в них не видел. Но вот ситуация изменилась пару лет назад, в 2018 году, с появлением тяжелых предобученных языковых моделей, трансформеров, статья про Берт. В 2019 году ребята из Депавлов адаптировали все эти наработки для русского языка, и вот их решение задачи NER существенно уменьшает количество ошибок. Вот, например, какой-нибудь задача поиска имен людей в тексте раньше качество было 90%, а сейчас стало 98%. Число ошибок в пять раз уменьшилось. Конечно, такой результат уже имеет смысл и привлекает, заставляет обратить на себя внимание. Но проблема с таким решением в том, что его тяжело эксплуатировать. Вот конкретно модель вот этой, ребят из Депавлов, для решения задачи NER тяжелая, она весит примерно 2 гигабайта, работает с разумной скоростью только на современной GPU, и тяжело эксплуатировать. Бизнес просто часто к такому не готов. И вот все время в голове грудится мысль, что задача NER, она же вообще-то простая, это же не какой-нибудь там машинный перевод или диалоговая генсумморизация. И вот очень бы хотелось сохранить качество, которое у нас есть сейчас для задачи NER, тяжелые модели, но при этом убрать все лишнее, оставить только то, что нужно для NER. И вот получилось это сделать в рамках проекта Наташа. Я сейчас показываю статью по адресу natasha.github.io.slash.ner буду использовать, ну тут подробно описано решение, я буду его использовать как иллюстрацию. Сейчас коротко расскажу, в чем там вообще идея. Вот, значит, есть у нас тяжелая модель Депавлов-Бертнер. У нее замечательное качество, тяжелый, много весит архив с весами. Она не очень быстро работает на современной GPU и практически никак не работает на CPU. Возьмем и разметим этой моделью какой-нибудь большой новостной корпус. Лента.ru. 700 тысяч статей. Получим немножко грязный, синтетический, обучающий датасет. Вот здесь на картинке показан пример выборка из этого датасета ошибок. Но вот чтобы найти ошибки, на самом деле нужно еще постараться. Их реально мало, а датасет очень качественный. Вот бывает, что модель пропускает суффиксы организации. Вот почему-то пропустила просто название топонимов. Но повторюсь, тут датасет в целом очень качественный. И вот давайте оценим, вернее, давайте обучим на этом датасете какую-нибудь примитивную, более-менее современную модель. Какую? Ну, с моделью тяжелой, Депавлов-Бертнер, и вообще модели учителем особого выбора у нас нет. Сейчас это трансформеры. А вот с простой моделью вариантов много. На картинке показывают схематично варианты архитектур, комбинации. Но у нас есть ограничения. Решение должно работать на CPU. И вот все посимвольные вот эти чар-CNN, чар-RNN, они автоматом отменяются, потому что это слишком долго. Ну и какие-нибудь регурентные пословные модели, вот BLSTM, гру, тоже хотелось бы избежать, потому что долго. Поэтому остается более-менее один вариант. Это пословные имбеддинги и одномерные свертки. CRF-декодер. Такая модель примитивная, ее обычно всерьез не рассматривают. Если обучать на существующих корпусах, там качество получается низкое. Ну вот, а что будет, если обучить ее на нашем большом, синтетическом, немножко грязном обучающем корпусе? На картинке здесь серой линии показано качество модели учителя, тяжелой модели Бертнер, а синим показано качество модели ученика, примитивной, в зависимости от размера обучающей выборки. И видно, что если обучающих примеров тысяча, это соответствует размеру корпуса Collection 5, самого большого для русского языка. Ну, кстати, для английского, мне кажется, особо больше тоже нет. То качество получается действительно невысокое. Сильно отстаем от Бертнер. Но вот если увеличить количество обучающих примеров в 100 раз, то мы уже вплотную приближаемся к Бертнер. Вот это вообще замечательный результат. Смотрите. То есть, по сути, мы получаем качество трансформера, скорость работы примитивной модели. И вот обычно как? Так, есть две идеи, что нейронные сети — это что это? Это долго. Их обучать. Нужно где-то собрать большую обучающую выборку. Это долго по времени. Много денег надо потратить. Но вот мы видим, что нет. Бертнер, он показывает хорошее качество уже на нескольких десятках обучающих примеров. Это, кажется, few short learning называется. Вторая идея, что нейронные сети — это тяжело. Это нужно современную видеокарту покупать. Тоже видим, что нет. Дистиллированная модель быстро работает на CPU. Мне так понравился этот результат, что я применил этот рецепт еще к двум задачам. таким базовым обработке естественного языка, разбор морфологии и разбор синтаксиса. Ну вот помним, что на задаче NER у нас отставание от тяжелой модели получается 1% пункт. Для задачи морфологии получается отставание 2% пункта, для синтаксиса — 5%. Все эти модели занимают вторые места после тяжелых бертов, обгоняют такие популярные решения типа Spacey, UDPipe. Ну, это все речь про русский язык, на новостной тематике. На других тематиках результаты хуже, ну, потому что обучали на новостях. Вот такой замечательный результат, но наше счастье, как говорится, было бы неполным, без квантизации. Примитивная модель не использует чего-то типа Fast Text, Byte Pair Encoding, там по символьных моделям. Мы работаем с новостями, считаем, что там нет опечаток, и проблему out of vocabulary слов решаем просто большим словарем. Оказывается, что если в таблице с имбедингами 250 тысяч строк, то это покрывает 98% слов в текстах новостей без всякой нормализации, просто приводим слова к нижнему регистру. Проблема такого решения небольшая только одна, что такая таблица занимает приличный объем памяти. 287 мегабайт. Ну и это было бы ничего, если бы все остальные веса в модели не занимали 2 мегабайта. То есть, наша вот эта замечательная, очень качественная модель для решения задачи NER, по сути, это тупо таблица с имбедингами. как-то вот это не очень, как-то беспокоит. Вот квантизация, идея квантизации очень простая. Давайте загрубим качество флоутов, было 32 бита, сделаем 8. Потеряем часть информации, но оказывается на практике, что такое преобразование практически не сказывается на качестве конечного решения. Более того, в проекте Наташа мы делаем чуть более сложный, используем чуть более алгоритм продуктовая квантизация, product quantization, там сжатие не в 4 раза, как вот когда мы просто загрубляем с 32 до 8, а в 12 раз сжатие. И все равно качество конечной модели практически не уменьшается. Уменьшается там меньше, чем на 1% пункт. Вот еще один такой замечательный результат. Кажется, что просто если таблица с имбедингами занимает больше 80% от веса модели, а в задачах НЛП в примитивных моделях это очень часто, то прям вот стоит всегда квантовать таблицу с имбедингами и таким образом сжимать всю модель целиком. То, о чем я говорил, то, что написано в этой статье, вот эта работа, она вылилась в набор библиотек. Раньше в проекте Наташа их было две, это яркий парсер и библиотека Наташа, сейчас их штук девять. Список приведен в конце статьи, и сейчас я поподробнее про все поговорю. У меня открыто во вкладках репозиторий из проекта Наташа и статьи с сайта Наташа GitHub.io, я буду использовать их для иллюстрации. Первая библиотека Наташа объединяет более низкоуровневые технологии проекта под одним интерфейсом. Похожа на другие библиотеки комбайна типа Spacey, UdPype, Stanzo решает базовые задачи сегментации на токены предложения морфологического разбора лимитизации, синтаксический разбор NER. Все это для русского языка и сейчас только в новостной тематике. Лучше всего иллюстрирует работу библиотеки примеры кода. Интерфейс похож на Spacey, но более многословный. Пользователь явно инициализирует модели, создает объект документом, передает туда текст и самостоятельно вызывает набор методов. Например, метод сегмент сегментирует текст на токены предложения, у документа появляются два новых поля, токены и предложения. Пока токенах это просто под строки текста, есть только поле текст заполнено. Дальше пользователь вызывает метод TagMorph. У всех токенов появляется два дополнительных поля POS и FITS метки, морфологические метки. Вот, например, у Израиля появляется метка Prop, имя собственное, родительный падеж, мужской род, единственное число. Ну, еще есть у каждого токена метод LEMATIZ, который добавляет поле LEMMA. Использует набор морфологических тегов и словарь PyMorph 2. И, например, для слова Израиля мы получаем LEMMA Израиль. То же самое для разбора синтаксиса. Метод parseSyntax добавляет каждому токену ссылку на токен родителя и тип синтаксической связи. Есть удобный метод для визуализации syntaxPrint. Удобно смотреть на результат синтаксического разбора, на глаз искать ошибки. кстати, про ошибки тоже можно сразу поговорить. Вот в этом примере мы видим особенность такой неприятной работы текущего синтаксического parser в проекте Наташа. Бывает, что в разборе у нас в одном предложении два корня случаются. Вот нет ограничения на количество корней, и вот глагол признался это корректный корень, его легко здесь заметьте, потому что нет метки синтаксической связи. В слово признался не приходит ни одна из стрелочек, только выходит из него, это корень. Но мы видим, что для некоторых других слов тоже нет пометки, и тоже они как будто бы корни. Название Украины или Юэль, они тоже почему-то являются корнями, по мнению синтаксического парсера Наташ. это ошибки. Это нужно учитывать, что текущий стоксический парсер, вот у него есть такая особенность, что бывает несколько корней в разборе. То же самое для задачи НЕР. Метод тег НЕР добавляет в документ дополнительное поле с списком спанов. Есть такой же удобный метод для визуализации. Наташа решает задачу НЕР в стандартной постановке. Есть три типа сущностей, название топонимов, имена людей, название организации. Удобно смотреть результат, тоже на глаз искать ошибки. Еще Наташа решает расширенную задачу НЕР. Кроме поиска подстрог, еще делает нормализацию именованных сущностей и разделение на слоты. Сейчас покажу. У всех спанов есть метод нормализе. Например, для именованной сущности Украине появляется в новом поле нормал текст Украина, нормальная форма именованной сущности. Кстати, нужно заметить, что недостаточно просто для всех слов найти их леммы, потому что тогда для организации украинских националистов получилось бы организация украинский националист, что некорректно. Наташа использует информацию о синтаксических связях между словами и лематизирует только нужные слова. Получается организация украинских националистов, то есть два слова украинских националистов, они остались как есть, и получилась корректная нормализация. еще Наташа как и в первой версии есть набор готовых грамматик для эрги парсера для разбора имен, сумм денег, дат, адресов. Вот здесь мы используем парсер имен, отбираем спаны с именами пометка пер и сбускаем на них парсер. И вот для некоторых спанов получаем новое поле факт. Например, для Степан Бандера Наташа понимает, что Степан это имя пометка first, Бандера это last фамилия. Ну или просто для именового сущности Бандера понимает, что Бандера это фамилия. Тут, кстати, бывает путница с терминами. Иногда под словом факт понимает, что это более сложное. Это когда имя человека как-то связано с должностью, как-то связано с местом его работы. Вот такое что-то более семантическое здесь нет. Здесь факт, это просто структура с набором полей. Наташа хорошо подходит для демонстрации возможностей проекта обучения. Веса моделей встроены в пакет с решением и можно ничего не скачивать, не настраивать, просто установил Наташу и все сразу работает. Это удобно. Это удобно для демонстрации, но на практике не всегда нужно, например, я решаю задачу НЕР, зачем мне еще веса моделей для решения морфологии синтаксиса и вообще весь этот богатый функционал комбайна Наташи. Для практических целей часто стоит использовать более низкоуровневые технологии проекта напрямую. Вот, например, библиотека раздел сегментация русскоязычного текста на токены и предложения. Что, казалось бы, тут сложного? В русском языке предложения заканчиваются на точку вопросительный знак или восклицательный знак. Вот давайте просто используем такое регулярное выражение, разделим текст и будем считать, что это предложение. Но есть сложности. Например, сокращение. Вот если мы здесь разделим текст, а мы бы его разделили, если бы использовали такой регулярный, то сделали ошибку, потому что здесь предложение заканчивается. Ну, скажем, давайте тогда еще учитывать, что дальше должно идти слово с большой буквы. Вот контрпример, когда имени и дальше идет имени кого с большой буквы. или какие-нибудь элементы списка. Тоже тут встречается точка, но при этом это не конец предложения. А бывает еще наоборот, когда предложение заканчивается, но в конце стоит не точка и не вопросительный восклицательный знак. Вот, например, смайлик. Там тому спасибо, закончили, и дальше идет новое предложение. Посмотрел, призадумался. Или какой-нибудь многоточие юникодное, когда это не три точки, а отдельный символ. Или как кавычка заканчивается прямая речь. Вот раздел все это учитывает. Принцип работы очень простой. Система построена на правилах, работает в два этапа. На первом мы делим текст по максимуму, вот встретили точку, разделяем. Закрывающуюся кавычку делим, закрывающуюся скобочку делим, точку запятой делим. А дальше используем набор эвристик и постепенно объединяем. Например, видим, что слева от разделителя у нас одно число или какая-нибудь буква А, Б, С. Наверное, это элемент списка, поэтому объединяем. Или слева от разделителя одна большая буква. Наверное, это инициалы. Объединяем. И так далее. Получается, вот в этом примере остается два разделителя, три предложения. это корректный разбор в этом примере. Все правильно. А что, какие дела у нас в целом с качеством? Вот мы, естественно, раздел это не первая библиотека, которая решает задачу сегментации на предложение. Ну, кстати, для русского языка их не так много. Мы вот сравниваем здесь пять решений, интересно посмотреть на бейзлайн. Вот ту регулярочку, которая просто разделяет точку вопросительный знак и восклицательный, она делает 76 ошибок на тысячу предложений. И раздел сокращает число ошибок вот за счет всех сложных юристик в два раза примерно, чуть меньше. Немного уступает решению от проекта Дип Павлов, но работает побыстрее. И здесь может возникнуть вопрос, в чем вообще смысл? Зачем так напрягаться, если бейзлайн дает, в общем, тоже неплохое решение, да и есть куча готовых других инструментов. Ответ здесь такой, что вообще задача сегментации, она часто встречается на практике, и это не разделение на предложение. Вот тот же пример с текстом арбитражного решения арбитражного суда. Вот текст стоит, он такой полуформальный, там есть схема, как как его составляют, есть три раздела. Это вводная часть, мотивировочная, она тут не показана, а самая длинная, и резулятивная, где судья выносит вердикт. Все они имеют характерные границы. Например, резулятивная начинается со слова решения, вот такими обычно большими буковками через пробел с разрядкой. Бывает, конечно, по-другому, но всегда есть явный какой-то сигнал, что сейчас начинается резулятивная часть. Нужно разделять такой документ на три этих сегмента. Это задача сегментации, но, естественно, никакое готовое решение такого не умеет делать. А вот раздел умеет, просто нужно написать для него соответствующие правила. Вот это первая причина существования библиотеки раздел. Еще вспоминают и часто такой вопрос и контраггумент критика, который вот так звучит, что современные модели вообще не заморачиваются вот таким сложным разделением на слова. Используют какой-нибудь byte-pair encoding, замечательно работают, показывают высокое качество. Зачем заморачиваться с разделением стола? Ну тут ответ такой, что Наташа решает задачу синтаксического разбора и связи синтаксические они между словами проходят, а не между BPE-токенами. Это первое. Второе. Еще синтаксические связи не пересекают границы предложения, поэтому мы сначала сегментируем текст. Ограничения. Очень понятные и характерные любой системе построены на правилах. Раздел хорошо работает только с аккуратно написанными текстами с правильной пунктуацией. Это новости, художественная литература. Если мы работаем с текстами из социальных сетей, результатами speech-to-text, раздел будет показывать плохие результаты. Если предложение начинается с маленькой буквы, или там в конце нет точки, раздел делает ошибку. Если мы работаем с чем-то speech-to-text, наверное, стоит думать о статистических моделях. Раздел тут не подходит. Библиотека Navic. Набор предобученных, компактных имбиддингов для русского языка. Аналог проекта RusVictoros. Здесь сразу возникает вопрос, если есть RusVictoros, зачем еще какой-то Navic? Давайте просто брать их предобученные имбиддинги. Фишка Navic в том, что модели компактные. Navic проигрывает RusVictoros топовым моделям RusVictoros примерно 1% пункт. Там у Navic 0.71, у RusVictoros 0.72. При этом размер модели в 5-6 раз меньше, 50 мегабайт, а размер словаря в 2 раза больше. Это первое. То есть имбиддинги и Navic примерно такие же качественные, как RusVictoros, но гораздо компактнее. И вторая причина. У RusVictoros есть такая неприятная особенность, что в таблице с имбиддингами там записаны не слова, а пары слова постэк. Идея понятная и хорошая. Мы хотим для глагола печь ожидать вектор, который похож на слова готовить, варить, то есть печь, готовить, варить глаголы. А для существительного печь, как лежать на печи, ожидаем что-то типа изба, топка. Но вот на практике это не очень хорошо работает, потому что постэк его еще как-то нужно определить. и сейчас мы используем модели на имбиддингах собственно. И тут какая-то дурацкая ошибка накапливается, потому что постэги тоже не с идеальным качеством определяются и получают, что мы вытягиваемые с таблиц с имбиддингами неправильные вектора. Вот это второе обстоятельство, почему не рус викторас. Ну давайте поподробнее поговорим, как вот это так получается, что архив с весами весит в 5 раз меньше, а размер словаря в 2 раз больше. Ответ здесь квантизация. Идея очень простая, уже упоминал и вот давайте просто в таблице с имбиддингами все веса загрубим. Было у нас точность флота в 32 бита, сделаем в 4 раз меньше, 8 бит. Вот прям натурально возьмем все веса из интервала минус 0,86 до минус 0,79 и заменим их кодом единичка. И так от 0 до 255. Естественно, в результате такого преобразования информация теряется. Вот был у нас вес минус 0,05 и минус 0,03. Два разных веса, чуть-чуть отличаются, а в квантованной таблице это будет два одинаковых кода, 127. Но самое важное, что в результате такого преобразования на практике мы видим, что качество конечной задачи того же НЕР практически не меняется. Но только важно подобрать хорошо вот эти интервалы. На практике для этого нужно кластеризовать веса в таблице имбеддингов. Взять какой-нибудь комминс и разбить все веса на 256 групп и вот тогда разбиение будет оптимальным. Но до сих пор мы говорим о сжатии в 4 раза. То есть было 32, стало 8. Это в 4 раза. Наташа, мы используем более сложный алгоритм. Называется продуктовая квантизация, product quantization. Суть на самом деле такая же. Только мы кластеризуем не отдельные веса, а тройки весов. Прямо три числа заменяем одним кодом. А потом, когда разжимаем квантованную таблицу, заменяем код центроидом кластера. Вообще на первый взгляд эта процедура может показаться безумной, что слишком много информации мы теряем, но вот практика показывает, что даже такое сжатие не приводит к драматическому укрешению качества. Качество на задаче NER падает меньше, чем на 1% не помню. Вот такое замечательное наблюдение. Здесь можно ожидать каких-то неприятных вещей типа сложности реализации. Действительно, у нас раньше была просто прямоугольная таблица флоутов, а сейчас какие-то коды. Это какой-то сложный код, в смысле на питоне сложный код для реализации. Но на практике с эксплуатацией проблем не возникает. Да, действительно, код сложнее, но его нужно один раз написать и потом просто использовать. Еще возникают опасения с производительностью. У нас раньше, чтобы получить вектор из обычной таблицы имбеддингов, нужно было сделать просто лукап словарей и вытащить вектор, а теперь это как-то нужно на каждый запрос распаковывать, разжимать этот вектор. Но на практике мы видим, что да, действительно, конечно, производительность такого решения ниже, чем у обычных имбеддингов, но в масштабах всей вычислении всей модели, что то капля в море с обычным, ну, запрос к обычным имбеддингам, что это. Разницы мы здесь не наблюдаем. Библиотека слов нет. Диплёрнинг, моделирование для русского языка. Ну, можно думать об этой библиотеке как об аналоге Дип Павлов или каком-то Ален НЛП. Плюс набор предобученных компактных качественных моделей для русского языка в новостной тематике. Вот то, о чем я говорил. НЕР, морфология, синтаксис. Фишки этих моделей, их три. Первое, то, что модели качественные, при этом очень компактные. Там решение задачи НЕР 30 мегабайт работает быстро на обычном процессоре, не нужно GPU. и третье, то, что нет зависимости тяжелых, то есть не нужно в production тянуть PyTorch или TensorFlow, все работает на чистом NumPy. Тоже работа библиотеки хорошо иллюстрирует код. пользователь загружает архив с эмбидингами Navic, архив с весами модели, слов нет, НЕР, Ньюс, потом подставляет таблицу с эмбидингами в модель и передает туда текст. В проекте есть специальная библиотека IpiMarkup, мы результаты ее работы уже видели, но здесь она вызывается явно. Есть функция, которая делает визуализацию НЕР, разметки. Удобно смотреть результат, на глаз искать ошибки. Аналогичная процедура для синтактического разбора. Пользователь использует явно библиотеку раздел, разделяет текст на предложение, каждое предложение на слова, складывает это в список. Потом также загружает архив с эмбидингами Navic, архив с весами модели, слов нет, синтакс Ньюс подставляет эмбидинги и в пакетном режиме обрабатывает список предложений по батчам, чтобы так побыстрее. Ну и по аналогии в IPI Markup есть функция для визуализации синтаксической разметки, тоже удобно смотреть результат и искать ошибки. Тут, кстати, возникает иногда вопрос, зачем вот это разделять на два этапа, чем отдельно загружать эмбидинги отдельно веса модели. Но идея в том, что эмбидинги одни и те же, вот эти наши пословные эмбидинги навек одни и те же на три модели, если мы сразу одновременно несколько моделей, то можно один раз загрузить эмбидинги и три раза их подставить в разные модели. Так быстрее, производительность выше и памяти меньше тратим. Вот для этого есть разделение на два шага. Особое внимание слов нет уделяется оценке качества решений. Вот для задачи NER есть такая замечательная полезная само по себе таблица, где мы сравниваем на четырех публичных датасетах качество решения задачи NER с другими открытыми решениями для русского языка. Это всякие варианты от Дип Павлов, Пуленти, Спейси, Станзо. Но еще кроме качества измеряем параметры важные для практического использования. Размер модели, скорость работы. И вот если присмотреться, то вот что мы видим. решение слов нет, задачи NER строго лучше предыдущего решения Дипалов, старого, которое основано на Белесте. Несколько лет назад это было топовым решением для русского языка задачи NER. И на один процентный пункт хуже тяжелого решения Дипалов современного, которое сейчас соту для русского языка. Вот хуже на один процентный пункт. если там усреднить, то мы увидим, что это один процентный пункт. А по производительности значительно лучше той же тяжелой модели Дипалов Берт. Размер архива с весами 27 мегабайт, а Дипалов Берт Нер это примерно 2 гигабайта. Скорость работы выше, чем Берт Нер на CPU выше, чем Берт Нер на GPU примерно в 2 раза. Вот кажется, что замечательный результат одни плюсы. То есть у нас и качество как у трансформеров, а при этом скорость работы как у какой-нибудь примитивной модели. Но минус есть, на самом деле, если разобраться. Вот смотрите, обычно в библиотеках типа слов нет, есть какой-нибудь скрипт, который обычно называется train. .py, у которого несколько десятков аргументов, и пользователь может подставить свой обучающий датасет, оформить его как надо, запустить скрипт train.py и получить модель, такую же, как у авторов, с таким же качеством, но на своих данных. Вот в проекте слов нет, такой баскрипта не существует, потому что процедура подготовки моделей сложная. Я уже говорил об этом, там есть три этапа. Сначала нам надо запрограммировать модель учителя тяжелую, трансформер, потом ей разметить синтетический обучающий датасет большой, это тоже вычислительные ресурсы, потом запрограммировать, обучить примитивную модель ученика. вот как это оформить в виде одного скрипта тренинг.py непонятно. В проекте слов нет, есть код для обучения, он не приватный. Вот директория скрипта, например, здесь есть код Jupyter ноутбук, прям скрипт для обучения тяжелой модели учителя. В принципе, весь код доступен, но проблема в том, что пользователь должен представлять, ну, хорошо разбираться, в принципе, что происходит, что как устроено, примерно представлять внутреннее устройство библиотеки и хотя бы что в каком порядке запускать, что, какие данные куда передавать. Вот это сложно. Ну, и мы знаем, что в задаче NER, например, очень важно иметь возможность обучать на своих данных, потому что вот этой стандартной постановки, когда мы извлекаем названия топонимов организации и имена людей, в общем, особенно это никому не нужно. Нужно решать обычно какую-то свою неповторимую бизнес-задачу, если говорить про задачу NER. Но, к сожалению, услов нет, сейчас это сложно. Сложно готовить такие модели, то есть они компактные и качественные и все такое, но подготовить ее непросто. поподробнее давайте про вот эти таблицы, потому что если приглядеться, то что-то похожее есть во многих репозиториях, такие похожие таблицы есть во многих репозиториях проекта Наташи. Вот даже в репозитории слов нет, их вот несколько, для задачи NER, для морфологии, мы там аккуратно сравниваем разные решения для задачи синтаксиса, я не показывал, но такая же таблица есть, аналогичная таблица есть в репозитории NAVIC, мы сравниваем разные решения с Росвиктору в том числе, в репозитории раздел тоже есть таблицы, где сравниваются разные решения. Вот это отдельная, на самом деле сложная, большая задача и занимается в проекте Наташа библиотека на ИВАЛ. Набор скриптов для оценки качества и скорости открытых инструментов для задач НЛП для русского языка. Вот сейчас NAVAL покрывает пять задач, то есть сегментация на токены предложения, имбеддинги, морфология синтаксиса и нер. В совокупности оценивает примерно 30 публичных решений, это вот правая колонка, на примерно 12 публичных бенчмарках. Какая вообще тут идея? Вот Наташа это не научный проект. Очень важна практичность использования. Да, важно занять какие-нибудь высокие места на публичных бенчмарках, но при этом очень важно не проиграть сильно в производительности. Как при этом делают в Академии? Берут, разрабатывают новые решения, считают скор на каком-нибудь публичном бенчмарке, берут PDF-ки коллег, которые до нас решали эту задачу, находят соответствующие таблички и оттуда копируют скорость, сравнивая с тем, что у нас получилось. Вот в этой процедуре вообще никак не фигурирует производительность. Никто особо не сравнивает размер модели, скорость ее работы. В NAEVAL по-другому. Мы заворачиваем публичные решения, вот все вот эти depalov-ner, depalov-berth, ner, pulenti в докер-контейнеры и запускаем их на одном и том же скрипте, на общих тестовых данных и замеряем на одном и том же железе. И получаем вот такие таблицы, как в репозитории слов нет, с качеством и с параметрами практичными, с производительностью. И на самом деле вот сами эти контейнеры, сами по себе, они уже несут ценность. Потому что есть такое наблюдение, что некоторые открытые прекрасные решения для русского языка так тяжело запустить и настроить, что мало людей про них знает или ими пользуется. Вот отличный пример — это библиотека Pulenti. Очень сложная система, построенная на правилах, решает задачу NER. заняла первое место на конкурсе FactorEval в 2016 году. Написано на C Sharp распространяется как бинарная библиотека для C Sharp. Автоматически немножко закрывается от всех разработчиков на Python. И вот работа над библиотекой на Eval вылилась в целый отдельный проект GitHub slash Pulenti. тут есть сервер с веб-интерфейсом, который оборачивает бинарную библиотеку на C Sharp и библиотека клиент для Python. Вот так выглядит пример кода, который позволяет разработчикам на Python удобно взаимодействовать с библиотекой Pulenti, получать такие роскошные графы. Pulenti вообще решает задачу NER в очень расширенном виде, не только извлекает подстройки из текста, но и приводит именованные сущности к нормальному виду, парсит их на слоты, решает задачу к референции, делает запросы в базу, например, понимает, что Российская Федерация это то же самое, что сокращение РФ, строит какие-то связи и в целом работает семантическими, строит семантические структуры. Вот все это богатство теперь доступно разработчикам на Питоне. Naival решает похожую проблему еще и для корпусов. Вот для задачи NER существует пять публичных бенчмарков для русского языка. Естественно, они все по-разному, у них у всех разный формат, но это еще ничего страшного, у них у всех немножко разные представления о разметке NER. Где-то СССР, именованная сущность, это будет топонимум, где-то это будет организация, а где-то будет третья сущность, полутопоним, полуорганизация. Загрузкой таких датасетов занимается в проекте библиотека Корус отдельная. Очень полезная штука. Здесь идея и наблюдение такое, что часто полезные открытые датасеты для русского языка так хорошо спрятаны, что вообще мало людей про них знает. И нужно смотреть доклады с конференции, диалог, читать профильные чаты, чтобы просто знать об их существовании. И вот где-то полтора года назад я начал просто коллекционировать ссылки на такие источники, и где-то 30 из них сейчас используются в проекте Наташа. Чтобы не дублировать код для загрузки в разных местах, все функции загрузчики собраны в одном репозитории Корус. Вот я сейчас листаю их список, и это очень бывает полезно. Вот я думаю, люди, которые пробовали загрузить какой-нибудь датасет тайга, такой популярный, которым, кстати, как раз многие знают, нужно очень постараться. Он оформлен в виде архива из сотен тысяч файликов отдельных, и вот чтобы загрузка работала более-менее быстро и не уничтожила файловую систему, нужно написать аккуратно такой низкоуровневый код. И вот хорошо, что он есть, готовый, и вот легко доступен. Все эти функции можно использовать, функции загрузчики можно использовать в отрие от всей другой функциональности проекта Наташа. это 30 источников, которые с функциями загрузчиков, которые Наташа использует. Есть еще 40 просто ссылок, которые оформлены в виде тикетов к репозиторию Корус. Ну вот, например, Наташа не решает задачу сентимент анализа. Поэтому для этих датасетов нет функции загрузчиков, но они отмечены соответствующим тегом, и вот бывает просто полезно иметь такой вот список ссылок на источники. Я часто встречаю в чатах вопрос, типа, ребята, что вот у нас есть для русского языка про отзывы. Вот, пожалуйста, есть тег review, и здесь есть несколько датасетов, причем, например, датасет by блинов. Это просто ссылка на чат ODS, чтобы знать об этом датасете, нужно периодически читать чат ODS, вот, и как иначе существование этого датасета узнать, непонятно. И вот репозиторий Corus решает такую проблему, популяризирует датасеты. Приглашаю пользователей, прислать ссылки на датасеты, если их еще нету в коллекции. это совсем вроде несложно сделать, достаточно поставить тикет, можно даже теги не ставить, это мы как-то сами. Вот такой проект Наташа, то есть сейчас это не отдельная библиотека там Наташа, а целый набор независимых библиотек, которые бывают полезны сами по себе, и легко можно представить пользователю, который вообще не пользовался никогда ярги парсером или не запускал, не устанавливал библиотеку Наташи, но при этом пользуется разделом, например, для сегментации или ищет ссылки на источники в репозитории Corus. Иногда еще возникает вопрос про планы развития проекта. Но тут вот какая история. Сейчас Наташа развивается как бы на сдачу коммерческой разработки внутри моей лаборатории и именно это определяет план развития. Например, Наташа сейчас нет ничего про классификацию текстов, а при этом на практике такая задача встречается и может быть в будущем появится качественное компактное решение для классификации текстов как пример план развития. Но проект открытый и я приглашаю ставить тикеты, присылать pull request и таким образом тоже можно повлиять на план развития. Все, о чем я говорил все ссылки есть на сайте natasha-github.io ссылки на репозитории проекта на статьи ссылка на чат в телеграме с такой комьюнити поддержкой приглашаю присоединяться там появляются новости о проекте. Все, спасибо. 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 . Спасибо. .